всем привет вы на канале корея канцем или у нас утром я сейчас себе буду лицо подбадривать мой домом конечно у меня очень мама и прошелся мои виде сабины все разбросано надо убрать там а я уже кушать хочу и вот я думаю что мне сначала позавтракать потом убраться его убраться потом наверно сначала покушаю чтобы набраться сил потому что так я же еще занимаюсь ногтями кто не знает это кстати ответ на тот вопрос ты собираешься ли ты работать я в россии выучилась на мастера маникюра и здесь в корее уже набралась практики вот поэтому я здесь девочкам делаю ногти ну пока это конечно не в таком большом потоке потому что я просто это физически не могу сделать так как у меня маленький ребенок и индей с ней сидит а индей тем более сейчас еще со своей ногой он с ней не может долго сидеть ну и у него как отмазка такая что он не может долго сидеть ну я реально понимаю что конечно мы сложновато поэтому я так знаете иногда принимаю девочок и делаю им ногти мне это очень нравится и поэтому я планирую этим заниматься в будущем сабина пойдет в сад и я бы хотела в этом развиваться и продолжать свое такое занятие потому что я сама по себе более такой творческий человек а это творчество и который может приносить денежку что не может быть неприятно вот что-то у меня голос куда-то пропал поэтому сегодня придет девочка в 12 до этого мне надо сейчас покушать убраться у собины поесть приготовлено поэтому так вот такие вот планы на день а я еще знаете хочу сходить постричься я получается когда стриглась я видео выставляла несколько месяцев назад у меня уже трос волос но я в этот раз у меня длина знаете такая ну у меня волос прямой и ровная длина и ровный срез а я наверно может вид каскад хотелось сделать в общем не знаю подумал но хотела бы вот сходите в паримальтерскую подстричься также я тут собралась серьезненько худеть ну что что лето закончилось наоборот у меня будет очень много времени похудеть к следующему лету и я хочу заехать как-то правильно сказать в общем я раньше там занималась и пилатесом и йогой и йогой в гамаках и куча куча чем но из этого всего мне больше всего понравилась йога в гамаках вот я хочу съездить туда и спросить вообще что по цене могу ли я просто заниматься только этой йогой вот ну и конечно же домашние тренировки куда же без них потому что постоянно спортзале я не смогу зависать опять же маленький ребенок вот думаю я всегда смогу думаю всегда смогу приводить свое тело порядок хочу вам показать что я начала уже свои домашние тренировки для меня это пока единственный самый удобный способ выбрала я платформу fit stars думаю вы увидели уже то что много кто на ней занимается вчера я сделала программу тренировок на ягодицы и меня очень радует что у меня болят мышцы значит есть результат после ее прохождения перейду к тренировкам на похудение новая жизнь михаилом прыгунковым я поставила себе цель похудеть на 5-7 килограмм до конца этого года думаю что с платформа fit stars у меня легко это получится тем более для этого нужно от 7 до 30 минут свободного времени и никакого дополнительного оборудования на платформе fit stars 1300 разнообразных тренировок по 85 программ похудения растяжки зарядки йога зумба пилатес и так далее не нужно никакой подготовки все программы подходят для новичков результат увидите уже через пару недель также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий как вы знаете правильное питание не менее важно чем тренировки а еще у них недавно появились курсы на тему здоровья тела и ухода за собой которые также входят стоимость подписки я оформила безлимитную подписку что и вам советую сейчас я занимаюсь по программе начинаем худеть тренировки мне очень нравится также у них есть детские тренировки с трех лет но походу сабина у меня начнет с года там заниматься только неделю по промокоду кан фэмили скидка 70 процентов на все тарифы безлимит всего за 400 950 рублей вот он и спортзал не выходя из дома ну что давайте заниматься вместе будем делиться своими результатами а я пошла уже что-нибудь готовить из этих вкусных рецептов я позавтракала и вот собственно с чем мне надо будет работать здесь просто 5 там посуда но это в посудомоечную машину это слава богу она у меня есть потому что без нее это вообще собина 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 смотрит мультики русские так в общем здесь тоже все еще разбросано надо будет все убрать мультики 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня все вот эти семена руколы Я не знаю, куда их посажу Скажите, пожалуйста, кто вот опытный садовод, огород Нужно ли как-то за ним, не знаю, ухаживать? Может быть, она вредна, ей нужно солнце или больше воды? Потому что я хочу все-таки купить такой горшочек и посадить руколу Здесь, в принципе, по-корейски написано, что и как ей нужно, как за ней ухаживать Но все равно поделитесь со мной Здесь у меня Сабини на творчество Так, ну здесь, в принципе, я убралась Надо будет вот здесь вот, вот это вот, вот все Шкода там лазит Я не успеваю уже убраться у Сабини за забором Поэтому сейчас быстренько пропылесосим И потом уже будут там убраться Вот, сейчас уже девочка должна подойти Спасибо 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 Просто Сабина не видела мать полтора часа, разоралась Я такая замученная Выгляжу так Вот, поэтому все, я ногти сделала, девочки Сейчас нужно будет вот прибраться в Сабинином загоне А потом хочу поехать в Париватерскую Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok В общем, убираться пока Сабина здесь, это бесполезно. Поэтому, когда уже уснет, будем там убираться. Так, ну что, едем стричь волос. Сабина не уснула, Индэ, в общем, остался с ней. Я поехала в париквакерскую, поеду в ту же, в которой была, если там она сейчас открыта, если там есть свободные места. Вот. Я пришла в новую париквакерскую, потому что в той нужно было долго ждать. Здесь мужчина стряжет, вот так вот здесь выглядит. Какая, смотрите, дорого-богата. Ну, здесь симпатичненько так. Ну, вот такая она красивая. Получились опять короткие волосы. Ну, то, что еще накручены. Ну, с какой она скоростью растут, нормально, мне нравится. Ой, красотка какая. Как вам? Вам нравится? Ну, мне нравится. Такая нарядная, как Смирина сегодня. Так, сейчас встречу с девочками и пойду кушать. Вам нравится? Сейчас буду любоваться собой. Крутил долго и говорит, а ты дома как крутишь? Я говорю, ну, я кручу быстро. Я делаю плойку и быстро кручу. Он говорит, не верю, дал мне плойку. И я там несколько прядей крутила, показывала, что я как бы тоже обладаю. Мы с девочками пришли покушать в китайскую кухню. Вот такие у нас шашлычки. Шашлыки, которые жарятся сами. Вот так вот. Они в сыром везде подаются. Еще нам должны два блюда принести. Вкуснотища какая. Жарились наши шашлычки. Пахнет прям как в России шашлык. Не знаешь, как это? Бутылку не трогай. Бутылки не прикасаются. Моя вода. Так у них это вкусно? Угу. Угу. Это, кстати, маринованное. Мне кажется, это мясо маринованное. Смотри, что оно такое сочное. Ну, господи, не прожарим. Медиум тоже вкусно? Нет. Нормально. Прожарка медиум бел. Нормально, нормально. Э, э. Она решила не париться. А так удобно. Оказалось, думала, это харбинский салат по фотографии, а это что-то лапша стеклянная с огурцами. Ну, я огурец попробовала вкусно, но, короче, ожидание реальность. Сильные порции. А это баклажаны с картошкой. Ой, они еще с чесночком, так вкусно пахнет вообще. Тут видит, кстати, вот так вот это. Приехала я уже домой. Сейчас пойду выкинуть сразу этот стаканчик. Не заехала. Сегодня не узнала про йогу. Поэтому, не знаю, завтра, наверное, съезжу. Посмотрите, какое у нас красивое небо сегодня. Да? Супер вообще. Ракурс, конечно, у меня не очень. А небо красиво. А еще, еще, что я вам хотела сказать. Объелась я, конечно, знатно, что я там сегодня буду без ужина. Только вот поела и все, больше не буду кушать. Надо выкинуть. Эту бумажку в бумажку кинули. А это пластик. Все, мусор выкинула. Пошла домой. Красиво. Я сейчас, знаете, просто вот как тупица. У меня здесь дверь в подъезд открыта. А я стою, набираю код, и он мне выдает ошибку. Я еще раз набираю, он мне выдает ошибку. Не то, что нет, он мне не выдает ошибку. Он мне говорит по-корейски, что дверь открыта. Ну, я от него, как бы, значение, типа, ага, окей, ну что-то сказали по-корейски. Даже в своей голове не перевела. И потом, опять, он говорит, что дверь открыта. Катя, заходи, ты что тупишь? И я такая, блядь, дверь же открыта. Извините за мат, но это реально, это просто так сейчас глупо было, пипец. Мама вернулась, ты рада? Ты рада меня видеть? Ой, так рада. Пойдем-то мы прогуляемся. Мы пришли с Сабиной на стадион, который около дома у нас. Там вот дом, а здесь стадион. Сейчас походим, позанимаемся. Она еще не хочет у меня... Она еще с рук не хочет слазить, поэтому у меня вообще тут спорт. Ну все, наш день подошел к концу. Я надеюсь, было интересно посмотреть мое видео. Я для вас стараюсь. Стараюсь снимать что-нибудь интересненькое. Сейчас надо Сабину укладывать спать. Поэтому жду ваших лайков, комментариев. То, что вы мне оставляете комментарии и ставите лайки, тогда больше людей смогут посмотреть мое видео. Это вот такие вот алгоритмы Ютуба. Поэтому всем спасибо за просмотр. Пока-пока.